Твой же настоящий план у Путина по поводу Украины. Че он хочет от нее вообще добиться? Что он хочет вообще добиться своей операции в скобочках войной? И получится ли у него это сделать? Давайте разберемся. В Кремле выдвинули три условия для Украины. Первое это признание, что Крым российский. Второе это решение задач по демилитаризации и деноцификации Украины. Третье это обеспечение нейтрального статуса Украины. С Крымом все понятно, его вообще никто никогда не признает. А вот с демилитаризацией и деноцификацией вообще, кстати, ничего не понятно. Это настолько расплывчатые критерии, что вообще непонятно, какая же на самом деле финальная будет цель. И где должна становиться Россия, чтобы считать свою операцию выполненной. Демилитаризация. Путин, кажется, вчера говорил, что демилитаризация должна пройти до такого уровня, пока Украиной не перестанет угрожать России. Но самое интересное, что реально хорошее оружие и вооружение Украина стала получать в тот момент, когда Россия стала бряцать оружием на границе с Украиной. И тем более в тот момент, когда Россия напала. Так что он сам себе эту проблему и создал, а теперь пытается ее решить. Ну, как на настоящих бандитов. Сначала мы кого-нибудь изобьем, а потом предложим крышу. Деноцификация. Ну, тут вообще не ясно, чего он вообще хочет. Зеленский русскоговорящий еврей, который отмечает 9 мая и все такие прочие праздники, связанные со Второй мировой войной и победой в ней. Чего Путин хочет деноцифицировать, непонятно. В одном из прошлых заявлений он говорил, что ведутся бои в основном с нацистами и бандеровцами. А с вооруженными силами Украины типа нет. И вот что с генералами украинской армии на самом деле и нужно ему договариваться. Видимо, у человека реальные язвы в голове, раз он считает, что ему дают сопротивление в основном отряды нацистов и бандеровцев. А вооруженные силы Украины где-то там сидят в стороне и просто наблюдают. Также еще не ясно насчет деноцификации, какая она может быть, если в парламенте Украины пророссийская партия занимала примерно 1,5 от всего общего количества мест. А реальные какие-то нацисты, ну буквально 2-3 места. При общем количестве депутатов в 450 мест. Требования по нейтральному статусу от Путина тоже не будет выполнено. Чтобы его выполнить, украинцы должны чувствовать себя в безопасности и не ожидать никаких угроз какой-либо из сторон. Допустим, это было бы НАТО, ЕС, там, я не знаю, Польша, Молдовы или Россия. Но как мы видим, украинцы чувствуют угрозу со стороны России. Сейчас поддержка НАТО со стороны украинского населения растет, точно так же, как и ненависть к России. Даже примерно наполовину пророссийские города по типу Харькова сейчас находятся просто в шоке. И непонимание, зачем Россия с ними так поступила. Что говорить, если даже пророссийский политик Допкин, это который бывший мэр Харькова, кандидат в президенты на пророссийских позициях и так далее, был просто в шоке от этого вероломного нападения. Он написал у себя в фейсбуке, что до последнего не верил, что Россия может на это пойти. Но теперь ему пришлось пересмотреть вообще все свои жизненные позиции. И теперь он поддерживает украинскую армию, верит в нашу победу и готов бороться с освободителями. Ни о каком нейтралитете просто речи и быть не может. У Украины и украинцев окончательно вырисовался враг, и это Россия. Короче, Путин по всем этим пунктам, которые он требует от Украины, сам себе насрал в штаны и сидит обосранный. Потому что никто ни при каких условиях на эти идиотские требования не пойдет. Как он собирается выпутываться из этой ситуации, не ясно.